Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Айдар Гумеров. И сегодня мы расскажем о гибели молодого человека в набережных Челнах. У нас уже третий раз в случае. По версии следствия, он упал с балкона 16 этажа. Покажем последствия аварии на улице Гвардейская. Я не хочу! Давай! Кто и почему выехал на Красный. И сибирские напитки гаражного разлива. А у кого покупали? У Сережи. Где и как подделывали алкоголь. Это не только в ближайшие 10 минут. Погиб на месте в набережных Челнах под окнами 16-этажного дома обнаружили тело 18-летнего молодого человека. Жильцы дома тут же вызвали полицию и медиков. Последние констатировали смерть от травм, характерных для падения с большой высоты. Следователи предположили, что упал он с 16-го этажа. Нафиса Минязова продолжит. Тело юноши обнаружили на земле в пятом часу вечера. По версии следствия, молодой человек беспрепятственно вышел на незастекленный балкон 16-го этажа. Снял куртку. Что произошло после этого, сейчас устанавливают следователи. Рассматриваются несколько версий случившегося. У него уже была попытка суицида 25-го января, после чего он был помещен в ПДН и после выписки совершил повторную попытку суицида. Попасть в подъезд не проблема. С одной стороны дома на двери домофон, с другой дверь всегда открыта. Блокировать ее нельзя по соображениям противопожарной безопасности. Зайти может каждый. У нас уже третий раз случай. То, что верхние этажи этого дома облюбовали подростки, ни для кого не секрет. Раньше в доме был вахтер, но оплачивать его услуги жильцы не захотели. Так же, как и платить за второй домофон. Сейчас по факту гибели молодого человека началась доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение. Два человека погибли в результате пожара в Высокогорском районе. Трагедия произошла днем в жилом бревенчатом доме в селе Камаево. К моменту приезда пожарных помещение было охвачено пламенем, но угрозы перекидывания огня на соседнее строение не было. Спустя час спасатели полностью потушили пожар. При разборе завалов обнаружили сильно обожженные тела хозяев дома. В огне погибли 80-летний мужчина и 68-летняя женщина. Предварительная причина трагедии – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Серьезная авария произошла сегодня днем на пересечении улицы Гвардейской и Аметьевской магистрали. Там столкнулись Мазда и автомобиль такси Hyundai Solaris. Последний в результате столкновения налетел на сугроб. О причинах произошедшего расскажет Сергей Хайдаров. Я не хочу. Учитывая какие повреждения получил автомобиль, можно предположить, что от серьезных травм водителя такси уберегли подушки безопасности. В момент столкновения в салоне машины он находился один. От комментариев отказался. Однако своим видением причины аварии поделился водитель Мазды. Мужчина также не пострадал. По версии водителя Мазды он поднимался с Аметьевской магистрали на улицу Гвардейская. Мужчина не успел совершить поворот из-за таксиста, который пересекал перекресток в прямом направлении. Он на красный, что ли, ехал? Конечно. Свидетели ко мне сами подошли, на виде регистратора сняли, подошли ко мне, записали. Никто из автомобилистов своей вины не признал. Возможно, именно показания свидетелей помогут в выявлении истинного виновника аварии. Сергей Хайдаров, Айрат Назипов, Азат Самиголин. Вызов 112. На улице Калинина столкнулись с Рено Логан и Hyundai Solaris. По предварительной версии, один из участников аварии за секунду до столкновения решил проехать на запрещающий сигнал светофора. Айрат Назипов о последствиях такого решения. Со двора дома выезжал на проезжую часть, загорелся красный светофор. Первый ряд встал, второй ряд встал, третий ряд встал. И с четвертого ряда, либо с пятого автомобиль выскочил на проезжую часть. И по касательной мы с ним столкнулись. Водитель Рено рассказывает, что внимательно смотрел, выезжая на дорогу. Помех не было, автомобили стояли. Все, кроме Hyundai. Его водитель, по мнению мужчины, на высокой скорости решил проскочить на красный. Удар был такой силой, что одну из иномарок развернуло на 120 градусов и отбросило на несколько метров от места столкновения. Ехал по дороге, на выезжающий маневр, на моргающий зеленый цвет. Вот машина выехала и меня ударилось. А вот водитель Hyundai уверен, что не выезжал на красный сигнал светофора, а завершал маневр. Говорит, именно водитель Рено не убедился, что на проезжей части нет машин и рано начал движение. Объяснил, что скорость у него самого была небольшая. А машину, говорит, развернуло, потому что он резко затормозил и пытался избежать столкновения со встречным автомобилем. Участники аварии остались зажидаться сотрудников автоинспекции, которым предстоит восстановить всю картину произошедшего и определить виновника. Айрат Назипов, на веса Минязова, Константин Бушуев, Вызов 112. Серьезная авария произошла на улице Родина. Там столкнулись Лада 14-й модели и Део Джентра. Ни один из водителей своей вины не признавал. Версии участников происшествия выслушал Динара Камалова. В одну сторону ехали просто, как бы, не соблюдение дистанции, и все, и врезался, машина развернула 14-й. Вдруг водитель отечественного автомобиля считает, что виновником аварии стал водитель иномарки. По его мнению, последний не соблюдал дистанцию. Также он отметил, что свое дело сделала Искольская дорога. Рассказал, что они с другом повернули с проспекта Победы на улицу Родина. Затем, говорит, не нарушая правила, решили свернуть на автомойку. Это у них почти получилось, однако не по своей воле. Сзади их протаранил автомобиль Део Джентра. Удар был такой силы, что Ладу выбросило на противоположную сторону дороги. А вот водитель иномарки же считает совершенно по-другому. По его мнению, виноват в ДТП водитель Лады. Ведь он поворачивал налево со второго ряда. И в запрещенном для этого месте. Он меня в зеркало не видел, просто, говорит, начал разворачиваться. Ну и все, я на тормозе нажал, догнал его. Двойная сплошная прерывается для разворота гораздо дальше. Также он признал, что часто попадают в аварии, только не по своей вине. Сейчас надеется, что страховых выплат ему хватит, чтобы восстановить автомобиль. В противном случае же говорит, что будет возмещать убытки через суд. Теперь сотрудникам автоинспекции предстоит разобраться, кто же все-таки из водителей стал виновником происшествия. Динара Камалова, нафица Минязова, Константин Бушуев, вызов 112. Внимание, розыск. Полицейские казани ищут подозреваемого в краже. По версии стражи порядка, мужчина обокрал храм, тайно похитив икону. Как зафиксировали камеры видеонаблюдения, в момент совершения кражи в помещении отсутствовали как сотрудники, так и посетители храма. Воспользовавшись этим, мужчина подошел к иконе и забрал ее вместе с киотом. В настоящее время сумма причиненного материального ущерба устанавливается. У полицейских есть основания полагать, что к совершению данного преступления причастен 49-летний житель города. У всех, кто располагает информацию о местонахождении предполагаемого злоумышленника, полицейские просят обращаться в отдел полиции Дербышки, Управление МВД России по городу Казани. По номерам 294-5402-234-24-88. По факту гибели рабочего на строительной площадке в набережных Челнах задержан 27-летний прораб строительной организации. Напомним, накануне утром на 60-летнего сварщика упала бетонная плита, а в результате мужчина скончался на месте. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности приведения строительных работ». Свою вину задержанный признал частично. Кроме того, в рамках расследования уголовного дела пройдены обиски в офисе фирмы и изъяты необходимые документации. В настоящее время решается вопрос о назначении необходимых экспертиз. Кроме того, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого в одной из предусмотренных законов мер пресечения. Подделали свыше тысячи литров алкогольной продукции и избыли часть своего товара оперативникам Управления экономической безопасности. Двое жителей Воскогорского района за попытку заработать на спиртном обвиняются сразу по двум статьям Уголовного кодекса «Незаконное производство спиртосодержащей продукции и производство товаров, не отвечающих требованиям безопасности». Алена Бережна увидела и продукцию, и место, где она изготавливалась. Прошу обратить внимание, водка произведена в Сибири. Сибирью, как выяснили оперативники Управления экономической безопасности, в данном конкретном случае являлись подсобные помещения частного дома на улице Паралельно-Кисловодская в Казани. Здесь, согласно уголовному делу, непонятно где купленный спирт, 35-летний подозреваемый разбавлял водой и полученную жидкость разливал в бутылки с этикетками известных производителей. Эту продукцию в бутылках и пластмассовой таре он передал на реализацию своему знакомому, 40-летнему жителю села Шапши Воскогорского района. Сам он пробовать то, что продавал, не решился. Его задержали с поличным, когда мужчина пытался продать эти напитки. В качестве покупателя выступали полицейские. У первого фигуранта в ходе проверочной закупки была приобретена алкогольная продукция с признаками фальсифицированного изготовления. В ходе последующих мероприятий в гаражном боксе и при домовых помещениях, также личном автомобиле, в общей сложности было изъято 808 литров. Кроме того, по месту жительства второго фигуранта, жители города Казани, был обнаружен цех по производству фальсифицированной алкогольной продукции, в котором изъято более 240 литров. В ходе проведения оперативники подразделения экономической безопасности изъяли оборудование для изготовления фальсификата. Емкости предназначены для розлива гофротара и спиртосодержащей жидкость. Чуть позже экспертиза признала эту продукцию поддельной и опасной для здоровья потребителей. В отношении обоих мужчин были возбуждены уголовные дела. При частности к совершению преступления мужчины признали частично. Следствием собрана достаточно доказательственная база. На данный момент следствие завершено, и дело передано в суд для рассмотрения по существу. Алина Бережная, вызов 112. И это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Айдар Гумеров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.